Меня зовут Владимир Бурков, я партнер группы компании «Бизнес Апгрейд». Вот уже на протяжении многих лет мы занимаемся комплексной автоматизацией бизнес-процессов. По факту то, о чем говорила Анна очень-очень-очень много, мы как раз занимаемся этим всем со стороны интеграторов. То есть мы берем кайфовый продукт, мы приходим в компанию и видим, насколько процессы автоматизированы, либо их возможно автоматизировать, и занимаемся внедрением. Несколько слов буквально про меня, для того, чтобы я понимал. Так, ну что, давайте. Будет ли у меня работать кликер или не будет? Давайте пока следующую страницу. Несколько вопросов. Кто мы такие? Находимся мы в городе Новосибирске, работаем по всей стране. Лидеры по автоматизации в Сибирском федеральном округе. Более 350 проектов разной сложности мы реализовали. Все делаем, айдамы, айдамы. Следующий слайд. Это наши клиенты. Группа компании «Двагис», «Кофе Ман», «Саммит», «Агропромснап», компания «Питсервис», самый большой фитнес-центр в России онлайн. Это «Бодилаб». Об одном из этих клиентов я как раз сегодня буду рассказывать. Ну что, дадите мне какой-нибудь работающий кликер? Нет, не дадите. Давайте следующий. Итак, друзья, это очень важно. То, о чем я сегодня буду говорить, это не, скажем так, стопроцентная методичка для работы от каждого клиента. Многие проекты, многие клиенты работают по-разному. Каждый автоматизируется по-своему. Есть какие-то нюансы, есть какие-то мелочи, которые могут работать, либо не работать непосредственно в вашем кейсе, либо в вашем бизнесе. Моя основная задача – показать вам, что есть определенные головные боли, с которыми мы точно столкнулись, и с которыми мы сталкиваемся в большинстве случаев при работе с автоматизацией. Каждый из вас, кто автоматизировался, и вот сейчас поставьте огонечек. Скажите, пожалуйста, сталкивался ли с проблемами с такими? Саботаж сотрудников. Большой, когда вы хотели автоматизировать что-то, огромное количество всего, что нужно автоматизировать. Сталкивались с вопросом, когда ваш финансовый директор, либо ваш бухгалтер говорил, так, у нас на это все не хватает денег и финансов, либо пропишите мне абсолютно большой план на все это. Так или иначе, у каждого это есть. Все с этими вопросами сталкиваются. И сегодня я расскажу, может быть расскажу, может быть какие-то покажу на примере кейса, на примере нашего опыта, каким образом с этим мы непосредственно работаем. Итак, давайте первый момент, первый начинать. Итак, что у нас с кликером? Заработал ли у нас кликер? Мне машут, что нет. В двух словах о компании, о которой я сегодня буду говорить. Компания FitService. Если у кого-то есть автомобиль, и кто-то видел такие замечательные оранжевые, большие станции постгарантийного обслуживания, это наш давнешний старинный клиент, потрясающий. Они занимаются тем, мы работали непосредственно не с самими СТО, а с управляющей компанией. То есть компания, которая занимается продажами франшиз. Большой штат сотрудников, на самом деле очень большие бюджеты, которые возможно было инвестировать. Уже действующие сотрудники продаж, маркетинга и всего, уже действующая рабочая компания, даже была собственная СРМ в свое время, когда мы начинали. Но в один определенный момент мы начали делать все совершенно, ну не совершенно, а чуть-чуть по-другому. Следующий слайд и начнем с самого первого момента, с которого мы начинали. Первые шаги. Дорога в тысячу ли, вот это вы знаете, в 10 тысяч ли начинается с первого шага. Я специально для презентации узнал, что такое ли. Ли это 300, либо 360 шагов. И как бы это ни звучало, всегда сложно начинать. Если вы собственник, чаще всего вы сталкивались с тем, что вот этот вот момент организационный, давайте как есть, это самая большая проблема, когда, например, компания не обязательно должна внедрять автоматизацию, либо СРМ. А в нашем случае, в нашем кейсе компания уже проработала 8 лет. У компании было собственное программное обеспечение. У компании уже на тот момент были сформированы, причем хард-бизнес-процессы. Хард-бизнес-процессы – это которые, ну, исполнительный директор специально делал таким образом, чтобы каждый бизнес-процесс исполнялся именно так, как должно быть. Была уже сформирована система мотивации. Она была действующая, и самое главное, все это было понятно сотрудникам. И это самое тяжкое всегда при самом начале, когда мы начинаем непосредственно работать по автоматизации. Следующее. Первое. Что мы сделали и что необходимо сделать вам? Если вы вступаете на путь автоматизации, пусть это будет маленький, либо вы хотите автоматизировать абсолютно всю компанию, вы должны, первое, что – собрать всю команду и поговорить с ними об этом. Как бы это ни звучало, да, я руководитель, я начальник, я все могу, я все умею. Как я скажу, так и будет. Как показывает практика, даже самые топовые альфы, либо руководы, либо в компании, в которой мы работали как раз в рамках фид-сервиса, это была компания, ну не знаю, более мотивированных сотрудников вообще каким-то изменением я никогда не видел. Но даже на этом этапе у нас всегда происходит саботаж. Так или иначе. Кому-то что-то не нравится, кто-то привык работать в предыдущем, кто-то переживает за систему мотивации. Вам нужно собрать всю команду. Можно это сделать на самом деле в неформальной какой-то обстановке. Можно это сделать просто официально, привезти всех, как мы сделали. Мы привели абсолютно всех, посадили, сделали большую презентацию. Собственник компании вышел и начал рассказывать о том, что, уважаемые друзья, нас ждут перемены. Ну то есть мы должны эту информацию до команды довести. И здесь очень важная управленческая фишка. Мы не должны спрашивать команду, хотят они этого или нет. Нет, решение уже принято. Мы уже с ним работаем. И это будет именно вот так. Через какое время и насколько большая польза у нас будет от любой автоматизации, вы как раз сможете оценить потом, когда все начнете помогать этой автоматизации, когда все начнете делать что-то, что будет, ну, этот процесс, давайте скажем так, делать своим. Даже обыкновенное утреннее сообщение в чате, причем не в WhatsApp, не в Telegram, не еще где-нибудь, а в вашей CRM о том, что всем привет, я пришел на работу, всем отличного дня, это помогает. Всегда будьте тем самым инициатором, идеологом, который делает это первым. Это простое. Диалог с командой. Сели и поговорили. Следующий момент. Второй момент очень важный. Это вообще об это ломается огромнейшее количество... Следующий слайд, пожалуйста. Об это ломается большое количество автоматизаций самых идейных собственников. Вы должны выбрать одного, не двух, не трех, не четырех, не пяти, а одного ответственного за автоматизацию и за внедрение, в нашем случае, CRM, либо за внедрение какого-то нового продукта. У этого человека должно быть несколько характеристик. Первое. Этот человек ни в коем случае не должен быть новым. Даже если это коммерческий директор, которого вы недавно поставили, либо это какой-нибудь важный топ-менеджер, либо это новый сотрудник, которого не жалко, нет. У этого человека уже должен быть некий наработанный авторитет. Либо его позиция в рамках компании подразумевает внедрение, например, CRM, либо автоматизации. Например, это может быть не обязательно связано с продажами, это может быть связано, например, с HR направлением, когда можно автоматизировать HR. У этого человека, как я сказал, должен быть опыт, и он должен быть не новый. Это раз. Второе. У этого человека должны быть всевозможные компетенции. Абсолютно всевозможные компетенции для того, чтобы говорить сотрудникам, что делать. Конкретно по данной задаче. Это очень часто происходит ситуация, когда у нас был кейс, опять же, в 2017 году, который был параллельно. Когда мы пришли в компанию, появился новый коммерческий директор, начал работать в этой компании, начал внедрять CRM, а сотрудники до этого в компании работали по 20 лет. И чисто политически они шли в обход, когда им что-то не нравилось, они шли в обход этого руководителя, шли непосредственно к собственнику и говорили. Сергей Сергеевич, а нам это не нравится, а мы вот здесь не хотим. И собственник, вместо того, чтобы сказать, так, вернулись туда и вся информация туда, а они все, он говорил коммерческому директору, а вот это здесь не нравится, а вот это тут плохо. И в один прекрасный момент и собственнику это надоело, и коммерческому директору это надоело, и сотрудники поняли, что любой момент, любая их обратная связь не, так сказать, ответственному лицу будет рассмотрена. Не принимайте, если вы собственник, это тяжело, тем более при работе с сотрудниками, но не принимайте это и договоритесь сами с собой, что если один человек, у тебя есть компетенции, у тебя есть возможность говорить, как делать, как не делать, и в третий очень важный момент, у него должна быть отдельная мотивация за это. Ну давайте как есть. Эта мотивация может быть неким прохождением испытательного срока, если вы наняли конкретного человека именно на эту должность. У этого человека может быть финансовая мотивация, у этого человека может быть мотивация карьерная, что если мы все это внедрим, то все у тебя будет хорошо, и ты получишь там следующую ступень. Окей? Все хорошо. Следующий этап, следующий этап, который мы сделали. По второму понятно. И это тоже очень важный момент. Мы отказались, коллеги, от пробных запусков. Мы убрали абсолютно все пробные запуски. Не было такого, что мы сейчас возьмем вот три человека и с этими тремя людьми это все обкатаем, потом посмотрим на всю компанию, посмотрим полностью на все. Да ладно, все заработало, давайте мне. Я буду листать. Спасибо большое. О, сейчас я посмотрю влево-вправо. А, вот-вот-вот-вот. Сейчас, коллеги. Все, техника заработала. Вот. То есть этот момент, как помните, первый пункт самый был. Мы уже начали это делать. Никуда от этого не деться, это обязательно будет. И будет для всей компании, либо для всего направления. Будь это отдел продаж, будь это чар направления, будь это склад, все что угодно. Это одно из самых эффективных. Это, понимаете, нет пути назад. Мы это уже начали делать, и мы в любом случае это доведем до конца. У вас нет, вы не можете своим сотрудникам хотя бы на одну секунду дать уверенность в том, хотя бы на одну секунду, что они могут взять и откатиться назад, например, к блокнотам, либо к каким-нибудь Excel файлам. Это очень важно и очень критично. Надеюсь, здесь понятно. Первые три пункта, самое простое. Начало. С этого обязательно мы начали. Та же самая история. Мы взяли полностью весь отдел продаж, 12 человек это было. Причем очень интересный момент, знаете, был в чем? Что эти 12 человек изначально приехали все в Новосибирск для того, чтобы провести общее собрание, что будет изменение, а все они на тот момент работали регионально далеко. Регионально. То есть один сидел в Хабаровске, другой в Новосибирске, третий в Москве, четвертый в Екатеринбурге, и так все. И каждый понимал, что только в CRM в будущем мы будем работать. Инвестиции в развитие. Если вы хотите стабильного развития в будущем, не требуйте скорейших дивидендов в настоящем. Мы должны прекрасно понимать, вообще девизом нашей компании звучит следующим образом. Нет, хорошо или плохо, дорогое, либо дешево, креативное, либо обыденное, есть эффективно и неэффективно. И здесь самая большая боль для любого управленца. Любой процесс автоматизации – это инвестиция. Инвестиция не подразумевает быстрых дивидендов. Ну то есть кто занимается инвестицией, вы прекрасно должны понимать, что это вопрос не Форекса, когда мы тут же купили и тут же продали. Нет, мы инвестировали и мы положили в долгую и работаем в долгую. Ну то есть самые ближайшие какие-то эффекты мы, конечно, увидим уже через месяц, через два, но они будут не столько финансовые, сколько моральные. Меньшее количество хаоса, большее количество выполненных задач, большее количество понимания вообще, что происходит в компании. Но именно финансовые, а мы же говорим, мы инвестируем, например, в автоматизацию, там 50 тысяч рублей, хочу, чтобы оно мне через месяц приносило 250, либо 350, здесь процесс чуть более длительный. Это будущее. Ну то есть сегодня кладываю деньги, инвестиции получаю потом. Давайте как есть. Компании, в которой мы работали, от всех компаний здесь по-разному. Компании фид-сервис, с которой мы работали, нужно понимать, что вообще сама компания была достаточно длительное время инвестиционным проектом. Ну то есть в нее инвестировали деньги для того, чтобы она в будущем приносила денежные средства. И здесь очень важный нюанс заключается в том, что нас CRM по факту начала отбиваться, ну давайте как есть, месяцев через шесть, через семь. Мы увидели реальный приход денежных средств, увеличенный за счет, ну мы работали исключительно продажи конкретных франшиз. То есть объем, который рос, мы смогли понять где-то месяц на шестой. Важный нюанс. Следующий момент. В самом начале вы будете использовать два, три, четыре, либо пять программных обеспечений. Без этого никуда. Если вы работаете в 1С, то вы стопудово будете еще использовать в 1С. Если вы работаете в Excel, то при настройке автоматизации вы будете работать в Excel. Любая CRM-система – это продукт, постепенно дорабатывающийся. Когда мы сделали что-то одно, что-то небольшое, доработали следующее, что-то одно, доработали следующее. Это нормально. Не гонитесь, ни один из собственников, кто меня сейчас смотрит, либо руководители продаж. Если у вас есть идея при автоматизации, так, мы полностью хотим в первый же день исключить все другое программное обеспечение, это невозможно чисто физически, но к этому нужно с каждым месяцем идти, и в том числе и об этом нужно с командой говорить. Планирование. Третий этап, который мы достаточно жестко ввели на работу с компанией – это жесткое планирование любых интеграций. Абсолютно. Как это работает? Вне зависимости… Ну, вот вы решили автоматизировать всю компанию. Представим, у вас есть отдел продаж, у вас есть отдел маркетинга, у вас, например, есть что-то в рамках склада, у вас есть что-то в рамках логистики. И вы как собственник такой, так, у меня есть деньги, команда моя заряжена, все ок, все хорошо. Вы прописываете план последовательной, не сразу важно, а последовательной интеграции каждого этапа. На первый блок мы даем месяц, на второй блок мы даем еще месяц, на третий блок еще месяц, на третий блок еще месяц. Итого, полная комплексная автоматизация у нас получается через какое-то время, условно, у каждой компании по-своему. Но ни в коем случае не надо начинать автоматизировать все и сразу, вы внесете больше хаос. По отделам, но отдел полностью, отдел полностью. Важный нюанс. Первое, что вы должны автоматизировать в том, чем у вас, у собственника есть более, то, в чем вы уверены, принесет гораздо больше эффект. Как показывает практика, давайте, как есть, 90% случаев это либо маркетинг, либо продажи. В остальных 10 есть компании, которые автоматизируют, чтобы вы понимали, только HR направление. У них продажники работают, как работают, маркетологи работают в своих программах, как работают, но HR направление, потому что большая текучка кадров, вызывает большое количество вопросов, и поэтому они автоматизируют его в первую очередь. Здесь, надеюсь, все понятно. Следующее по планированию. Какая автоматизация будет первой? Что именно мы будем автоматизировать в этом направлении? Потому что представьте, какое количество действий делает ваш продавец. Ну, давайте, Коля, берем продажи. Какое количество действий делает ваш продавец и каким образом можно это все автоматизировать? Нет, мы берем даже вот в этом подпункте маленькую рутину, которая высвободит время, поможет эффективнее коммуницировать с клиентом и автоматизируем именно ее. Конкретно в фит-сервисе мы сделали следующий момент. Очень простой кейс. Компания, так как у нее очень большое направление маркетинга, они много денег инвестируют в рекламу, принимала по 400 заявок в день. Чтобы вы понимали, стоимость одной франшизы в среднем обходится, открытие станции обходится порядка 6,5 миллионов рублей. И вы должны прекрасно понять, что если у меня есть 400 заявок в неделю, если мне пишут, то, по крайней мере, половина из них понимает, что это длинные инвестиции, это большие деньги и мне нужно сделать. И с каждым из них ты не можешь ответить на эту заявку через день, через два, через три, через четыре, а в свое время мы с этим именно и столкнулись. Что мы сделали? Самое простое, мы автоматизировали ответ на заявку. Самым простым образом. Почему? Каким образом? Простой алгоритм. Когда заявка приходила на сайт, то в этот момент сотруднику отправлялось сообщение во всех возможных местах. На тот момент это была смска, это была почта, это было сообщение в чате компании о том, что у вас появилась заявка. При этом этот менеджер не факт, что мог прямо сейчас ее обработать. Он мог находиться на выезде, на встрече, в переговорах, это мог быть даже выходной. Но в этот момент клиенту автоматически уходило письмо. Добрый день, я такой-то, такой-то, я ваш менеджер. Это все по региональным локациям мы отслеживали. Я отвечу вам на ваши вопросы. Тогда-то, тогда-то, как вы смотрите на тему личной встречи, либо еще чего-нибудь. И уходил полный перечень документов, которые мы ему отправляли во время первой коммуникации. Это презентация компании, это те вопросы, на которые вам нужно подготовить ответы к нашей встрече. Это информация с приветственным словом от собственника. То есть клиент сразу же получал какую-то обратную связь. Если у вас есть заявка с сайта, ну прикрутите вы к ней простую отправку смски. А сейчас возможно сообщение отправлять в WhatsApp о том, что мы получили вашу заявку, все, огонь. Ваш менеджер такой-то, скоро с вами свяжется. И запустите в своей CRM-ке внутренний таймер. У нас был таймер 30 минут, когда менеджер в любом случае должен был ответить что-то. Либо я на встрече перезвоню вам в течение двух часов, либо перезвонить на эту непосредственно заявку. Мы безумно сократили время общения. В тот момент, когда сотрудник, у нас была такая система, что 400 заявок очень сложно обработать, если один телефонный звонок с каждым клиентом длится по часу времени. Тогда мы сделали таким образом. Мы включили внутренний таймер и сделали определенный чек-лист, что за 15 минут каждый менеджер должен опросить клиента по определенному количеству вопросов, который показывает адекватность, показывает готовность клиента, показывает, может ли он в принципе стать партнером компании FIT-сервис. И разговоры из 60 минут. У нас самый длинный разговор был 2 часа с клиентом, когда общались. То есть тебе валятся заявки, а ты с одним клиентом разговариваешь 2 часа. Среднее время, которое мы отследили, в том числе по той же телефонии, подключенной к CRM-системе, составило около 12,5 минут. И знаете, что самое интересное? Что все сотрудники говорили невозможно первый месяц. А через месяц они сказали, как мы так долго вообще могли разговаривать с клиентом. Это нормально. Изначально, когда вводится что-то новое, у нас всегда есть негатив. Старое самое простое, старое проверенное самое лучшее, и остаемся во всем, во всем в том, что было. Поверьте мне, вы как собственник, вы как руководитель этого проекта должны этот момент, должны, давайте скажем так, этот самый сложный этап пройти. Ну, интегрировали систему 40-30-20. Кайковый на самом деле очень вещь. В тех моментах, когда было по несколько менеджеров, мы сделали самую простую автоматизацию телефонии, которой можно было. Я не буду показывать на примерах конкретно пид-сервиса, но расскажу на своих. Представьте о том, что у вас есть три менеджера. Вот они, три волшебные головы. Один из них самый опытный, другой менее опытный, третий самый такой прям новичок. Ну, пришел только в компанию. У всех есть свой уровень конверсии. У одного конверсия 40%, у другого 30%, у третьего 20%. И как обычно мы распределяем звонки? Мы на кону, то есть нам звонят в компанию, и если у нас сидит 10 человек, то у всех десятерых начинает звонить телефон. Кто первый взял, тот и молодец. И в этом случае, если даже мы одинаково, либо каким-то образом одинаково распределяем звонки, мы получаем конверсию. 8 сделок, 6 сделок и 4 сделки при конверсии той, которая указана, и количестве звонков 60. Все просто, все легко, все на поверхности. Итого мы получаем 18 сделок. А теперь давайте представим себе ситуацию, что я, используя возможности автоматизации бизнес-процессов, могу на этапе звонка клиента ко мне, либо на этапе поступления заявки клиента ко мне через сайт, оценить, а, какое количество менеджеров у меня сейчас вообще в принципе есть, б, какое, кто из этих менеджеров более эффективен, кто из этих менеджеров лучше закрывает сделки. А я могу достаточно легко это все просмотреть по конверсии. С, кто из них конкретно сейчас, из этих свободен. И распределять звонки не просто так, а следующим образом. Сначала все звонки и все заявки до определенного предела, которые мы также можем указать, приходят на менеджера самого опытного, который закрывает больше сделок. После того, как он либо максимально занят, либо не может ответить, приходит на второго. А если он занят, то приходит на новичка. А теперь смотрите, как круто. При том же уровне заявок, при той же конверсии, ничего не меняется, просто при другом распределении звонков мы получаем количество сделок плюс 2. И это к вопросу, меняли ли мы что-нибудь в отделе продаж? Нет. Набирали ли мы новых сотрудников? Нет. Внедряли ли мы какие-нибудь новые, очень сложные, очень серьезные инструменты? Да нет, ничего мы не сделали. Мы просто изменили логику автоматизации. Вот таким вот образом. Вот это и есть цифровизация. Когда мы не только автоматизируем какую-то рутину, но и когда мы улучшаем внутренний бизнес-процессы с помощью простых автоматизаций ваших серверов. Как пример, цифры там, конечно же, были другие. И здесь они просто для наглядности вам показывают, что мы можем делать одни и те же вещи по-разному и, соответственно, иметь различный эффект. Третье. Саботаж внутри коллектива. Но вот здесь, давайте я не буду выиграть в этого спикера, который, а теперь поднимите руку те, у кого был саботаж. Он есть у всех. Давайте как есть. Он есть у меня в компании. Хотя мы вроде бы занимаемся автоматизацией. Он, безусловно, минимизирован. И тем не менее, когда мы вводим что-нибудь новое, когда мы как-то по-новому начинаем автоматизировать процесс, ну, люди негодуют. Потому что так или иначе, люди смотрят о том, что это будет завязано на их систему мотивации. Это очень важно. Мы все с этим сталкивались. И я вам хочу сейчас предложить, если не ошибаюсь, три у меня в презентации момента, каким образом этот саботаж нужно уменьшать. Но есть спойлер. Конкретно в компании, в которой мы работали, в компании FitService, этот саботаж также был от сотрудников. Не все заполняли, не все все сделали, не все работали. Но мы сделали два этапа. Первый этап – это пробный. Еще раз. Мы не тестировали. Это пробный этап для каждого сотрудника. Мы уже работали в CRM. Мы сказали самое простое. Давайте, самое первое, самое легкое, то, что есть возможность. А, нет, прошу прощения, это третье было. Самое простое. Что мы сделали? Во-первых, мы максимально обучили всех сотрудников. Ну, то есть, никогда не упускайте этот момент. CRM-система – непростая задача. Тем более, которая автоматизирует все процессы, которые вы писали рукой. Рукой писать гораздо проще. Первое, на что вы должны уделить большое количество времени – это обучение. Если не ошибаюсь, у меня следующий слайд как раз. Это сопровождение. Второй момент. Очень хорошо помогает от саботажа реализации идей сотрудников. Потому что сотрудники работают в программе. И понятно, что среди всего этого «аааа, мне это не нравится, это плохо, я не хочу этим заниматься» и всем-всем-всем, периодически, а может быть и часто, в зависимости от того, насколько у вас уровень в компании хороший, вот этот вот партнерский, назовем его таким образом, насколько хорошо получается вычислять идеи. Потому что продажники, вот мы, например, когда работаем с компанией, мы не общаемся только с собственником. У собственника задачи одни, у РОПа, руководителя отдела продаж, задачи другие, у маркетолога третий, у продавца, у самого четвертый. И здесь самая правильная позиция – слушать те нюансы, которые, например, не услышал руководитель, но говорят менеджер отдела продаж. Самое простое – а давайте вот здесь добавим строчку, а давайте вот здесь уберем строчку, а давайте вот здесь добавим автоматизация, можно, чтобы вот эта штука автоматически отправлялась. И вот эти все вещи вы должны принимать. Вы не обязаны автоматизировать их все, потому что у вас в том числе есть свои задачи. Но какие-то вещи обязательно добавляйте и все на том же самом общем собрании. рассказывайте о том, что от Сергея, Петра, Татьяны, Инны пришла вот такая классная идея. Мы ее все проверили и внедрили. Спасибо вам большое. Вот вам конфетка, либо вот вам денежка, либо вот вам еще. Следующий момент. Самое сложное, самое тяжелое, самое эффективное. Начиная со второго месяца внедрения, ну, уже эксплуатации, назовем это так, мы ввели всю систему мотивации только через CRM-систему. Ну, то есть продавец не зарабатывает денежных средств, если данная продажа не была осуществлена в CRM-системе, не проведена, не пробита и не пробита правильно. Она прошла по всем этапам, по которым должна была пройти, она, у нее записана сумма, клиенту ушло все письмо. Не в последний момент он все ввел, а сделка прошла правильно. То же самое и в направлении маркетинга. Если лид пришел не в CRM-систему и обработан был неправильно, и в системе мотивации не посчитан, он не настоящий, даже если по нему совершилась продажа. Совершилось. Если менеджер позвонил со своего номера телефона и договорился, но коммуникации в CRM-системе не отражено, это продажа не через CRM-систему. Тем самым на первый месяц мы сказали о том, что мы сегодня вам будем показывать, в течение этого месяца будем показывать, что мы делаем и сколько вы можете потерять либо наоборот заработать. А со следующего месяца мы будем это внедрять. На самом деле потребовался месяц для того, чтобы мы показали, какое количество денежных средств может быть потеряно. Со второго месяца мы это ввели и часть, не все, только часть сотрудников потеряли немного денег, кто-то заработал немного больше, а чтобы вы понимали, ровно через три месяца мы переезжали с облачной версии CRM-системы на коробочную версию CRM-системы и на один день, на один день в январе после новогодних праздников ну произошла у нас система, CRM-ка вырубилась. Такое количество негатива, претензий и вопросов а где, а как, а я не могу работать, у меня нет CRM, а я не могу писать клиентов, у меня нет CRM, не было никогда. Верните нашу CRM-систему. И все, никаких проблем. Один день, безусловно, мы всем сотрудникам зашли. Самые простые три способа. Обучите. Второе. Используйте то, что вам советуют конечные сотрудники. И третье, конечно же, внедрять систему CRM. Ну и честно, конкретно в рамках компании FitService мы не уволили никого. Все остались, все работали, все было ок. Но есть другие примеры, когда звезды, либо самые громкие люди кричат громче всех о том, что нововведения не нужны, и бизнес ваш, как собственника, должен развиваться так, как они хотят. И в этом случае, ну давайте как есть, я прошу прощения, мужчины, девушки, вы должны иметь яйца для того, чтобы уволить сотрудника. Даже если он хороший, даже если он замечательный. По той простой причине, что это слово, оно мне не особо нравится, но оно подразумевает. Вот этот момент токсичности, который будет распространяться, в один прекрасный момент перейдет на всех. Тем более, если этот человек обладает, ну лидер, есть некий лидер мнений. Погнали дальше. Последнее. И вопрос подрядчика. С точки зрения выбора подрядчика. Наверное, фиты пришли к нам самостоятельно, мы работали с ними на другом проекте, мы устанавливаем изначальный контакт-центр, но каждый из вас работает, если автоматизируется, он может это делать либо сам, либо иногда сталкивается с такими задачами, которые нужно кому-то сделать, самим не получается. Есть несколько советов, пять самых простых советов, которые я вам дам при выборе подрядчика. Честно. Вне зависимости от того, будем ли это мы, либо будет ли это кто-нибудь другой. Абсолютно не важно. Но всегда помните. Первое. Сейчас скорость интернет, возможность дистанционной работы позволяет вам не смотреть на подрядчиков не только своего региона. Единственный лаг, который вы должны учитывать, не территориальный, а временной. Понятно, что Хабаровску вряд ли будет удобно работать с московскими коллегами, но при этом Хабаровск может работать с Иркутском, Хабаровск может работать с Новосибирском, с Екатеринбургом. Нам как-то так повезло, мы в центре России находимся, посередине, давайте скажем так, с точки зрения регионов, и получается работать и с теми, и с теми. Но не обязательно, если вы не можете найти в своем городе, в Новосибирске, либо в Екатеринбурге, либо в Иркутске, либо в Красноярске, не можете найти своего подрядчика, не стесняйтесь, ищите в других городах. Есть ваши, есть, которые с вами общаются, есть, которые с вами будут хорошо работать, будут вашими, и Россия страна своих людей. Помним об этом. Второй момент. И тут ко всем собственникам, уважаемые друзья, если вам предлагают работать без технического задания, не соглашайтесь работать без технического задания. Тех задания, как любого программного продукта, это обязательный нюанс. Вы не можете построить дом, прийти к самому лучшему в мире строителю и сказать, построим мне дом, и он построит вам дом именно такой, как вы хотите. Нет, этого не будет, потому что он внесет обязательно что-то туда своего, своего опыта, и то, как он считает нужным, это не обязательно ваш опыт. Поэтому обязательно всегда формируйте четкое техническое задание именно как вам нужно, так, чтобы оно не имело двойных трактований. Мы, например, это делаем для трех вещей. Первое. Мы настроим именно так, как написано в ТЗ. Вы проверите именно так, как написано в ТЗ. И третье. ТЗ – неотъемлемая часть договора. Если реализовано не так, как в ТЗ, работа может быть не принята. Поэтому все. Следующее. Еще три. Быстро. Первое. Работайте с командой. На самом деле фрилансеров очень много, а они дешевые. Не работайте с фрилансом, потому что, чтобы вы понимали, над одним проектом IT-интеграции может работать бизнес-аналитик, специалист по формированию техзаданий, настрощик, например, Битрикс24. Программист Битрикс24, который работает с внутренним кодом. Специалист по обучению, специалист по сопровождению. У всех этих людей разные компетенции. Технарь может сделать хорошо, но он никогда не сможет объяснить. Просите готовые примеры. Не обязательно из ваших отраслей. Просто просите примеры. Покажите, как вы реализовали ту или иную вещь. Потому что по факту отдел продаж сложной технической компании и отдел продаж торговой компании плюс-минус занимается одним и тем же. Он продает через какие-то свои этапы. Ну и последний важный момент. Обязательно требуйте обучения. Без обучения ваших сотрудников ни одна интеграция не будет эффективна. Вы просто бессмысленно инвестируете денежные средства. Последние моменты. Влад, я знаю, что уже хочешь зайти, заходи. Последние моменты, да, последние моменты, которые я объясню. По статистике 2000, вот что бы ты не знал, а по статистике 2020 года только 14 компаний микро, 18 малого и 15 среднего и крупного бизнеса вообще знают, что такое CRM-система и понимают, что такое и используют это. Поэтому, уважаемые коллеги, если вы ходите на семинары, как сделать ваш бизнес эффективнее, как построить его, масштабировать и все остальное, сделайте самое простое. Правда. Поставьте себе простую CRM-систему и вы будете уже лучше, чем 65% микрокомпаний в России, 57 малого и 63 крупного. Как бы это ни звучало, это статистика. Не нужно придумывать что-то, просто бери, внедряй и делай. Вот. Спасибо. Владимир Бурков. Здорово. Но мы еще не прощаемся, поскольку у нас есть вопросы. Вопросы из чата. И первый вопрос от меня, как же все-таки приятно работать с CRM-системой. У меня, например, она появилась благодаря Владимиру Буркову. Спасибо. Спасибо. Но это тоже был не вопрос. Вопрос следующий. Кто формулирует техническое задание на внедрение? Вы или клиент? Очень хороший вопрос. Спасибо. И сразу, если клиент, то какая ваша степень участия? Вот. Это очень важный момент. Техническое задание формулировку делаем мы. Но то, что хочет видеть клиент, говорит клиент. Это всегда делается вкупе. Ну, то есть, по факту, мы на техническое задание созваниваемся с клиентом, встречаемся, встречаемся с его сотрудниками, которые будут участвовать в бизнес-процессе. И задача как раз вот бизнес-аналитика, специалиста, который занимается именно вычленением вот этих всех нюансов, перевести хотелки собственника и отдельных сотрудников в текст технического задания, который, а, будет понятен им сто процентов, как, где, что, зачем идет, а самое главное будет сто процентов понятен кому правильно, настройщику, специалисту. Поэтому это всегда двойная работа. Как показывает практика, ни один клиент никогда не пишет хорошие технические задания, потому что это набор хотелок. Ни один бизнес-аналитик никогда не сможет сформулировать правильную автоматизацию без сми. То есть привести это руководство к действию, собственно. Почему и называется так сегодня наша конференция. Еще один вопрос от Ирины. Эта модель вами описана в течение всей презентации подходит для всех стартапов или только для некоторых трасслей? Слушайте, я вообще считаю, что бизнес-процессы продаж, вне зависимости от того, чем вы продаете, плюс-минус одинаковые. А этот момент внедрения, ну, давайте скажем так, мы с этими, со всеми пятью нюансами сталкиваемся в 90% компаний. Поэтому я больше думаю, что да, совсем в том числе и для стартапов. Шикарный вопрос пришел, просто за душу берусь, потому что чувствуется, чувствуется боль человека. Как отучить менеджеров записывать в ежедневнике, на стикерах, на обрывках, бумажках, что еще добавить, на клочках, на лбу и на стене. Год работаем в CRM, пишет нам, ежедневники никуда не делись. Какие реальные примеры мотивации, которые работают? Уберите систему мотивации, заставьте менеджера получать свою премию только по правильному, стопроцентному, пройденному сделке. Сделки в сербе. И все, она должна быть, вы можете отследить, логирование всегда идет, вы можете посмотреть, где, как, когда, кто шел. Заставьте их это сделать, скажите, что я буду платить только от этого. Первый момент, им надоест записывать все то же самое в блокноты, ну, потому что вам в любом случае нужно делать двойную работу, зачем я буду это делать? Берем пункт в десятый, то это будет видно сразу. Да, конечно, это будет сразу же заметно. Да и невозможно там перекинуть или создать сразу на десятом пункте. Поэтому, система мотивации проверена и абсолютно у всех.